Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И, ребят, как вы видите, еще немножечко мы получим с вами 69 уровень, а там и 70 не за горами. Ну что ж, давайте заберем, наверное, наших ребят с тренировки. Отлично. Так, ах, в армии пока никого у нас не прибыло, и, соответственно, мы не можем никого с вами прапать. Ладно, хорошо. Награды получены и ежедневные испытания. Давайте посмотрим, что у нас тут. 69 уровень, прыгун, тигр, так, жаба с пушкой плюс бородавочник. Слушайте, а может быть попробовать? Посмотрим, кого... Угу, кого нам дадут. С такими ребятами я, конечно, далеко не уйду. У нас просто-напросто тигр всех разбомбит здесь. Нет, ну один разочек можно, чтобы, как говорится, убедиться лично на этом. Ой, мне всего еще три персонажа доступны. Слушай, по-моему, это действительно проигрышный вариант. Вы посмотрите, тут у нас и прыгун, и тигр, и все это по фулл-звездам. Против моих ребятушек вот этих вот. Слушайте, я боюсь, мы не справимся с вами. Один прыгун чего только стоит. Ладно, я, ребят, даже не буду стараться, не буду тратить, как говорится, энергию, но это бесполезно. Поверьте мне, мы лучше с вами пойдем, как говорится, на основную сюжетную линию и будем ее проходить, как говорится, не спеша, с чувством толка расстановки. И поехали. Так, у нас здесь, смотрите-ка, 70-й грифон и 71-й уровень паладина. Против них, естественно, я выставлю вот эту вот бригаду, хотя можно и вот эту выставить. Но все-таки лучше вот эту. Поехали. Как вы знаете, весь уклон у меня здесь стоит на мою ведьмочку, потому что ведьма это имба. Вы это прекрасно все знаете, но главное... Хотя в первых уровнях она не актуальна. Да. Нам ее сейчас вызывать незачем. Смотрите, что тут происходит. Ладно, давайте начнем, наверное, мы с вами... Черт, я даже не знаю. Ну, придется вот так сделать, а потом, скорее всего... Ну, блин, ну, самурай, ну почему... Почему ты вышел, самурай? Почему я все время называю его самураем? Это же Ронин. Это, ребята, Ронин у нас. Так, тихо, грифон, ты хорош буянить. Так. Отлично. Да ты посмотри, что произошло, ребят. Он все-таки нанес повреждение моей базе. Ай, когда грифон погибает, и от него летит, так скажем, огненный феникс, он наносит урон, соответственно, он нанес базе урон. Поэтому придется переигрывать этот уровень. Вот так незадача. Ладно, сейчас мы базу зафигачим. Отлично. И будем с вами переигрывать этот этап. Слушайте, по-моему, как-то громковато. Ну что же, я думаю, что мы, наверное, с вами сыграем уже вот этой командой. Посмотрим, как она себя здесь проявит. Здесь у нас есть молотильщик, который довольно неплохо наносит урон. Плюс у нас есть ниндзя. Она должна моментально сносить этого грифона. Как говорится, опустить его с небес на землю. Главное, чтобы все у нас здесь прошло хорошо. И, соответственно, у нас здесь есть джиггернал, который нас всегда выручает и очень сильно нам здесь помогает. Посмотрим. Так, срочно-срочно нам нужна здесь ниндзя. Угу. Так, молотильщика вызываем. Ой-ой-ой, что-то как-то не задалось, ребятули. Вот так вот. Ну да, ну да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, а. Ниндзю подбила мне. Вот грифонка. Так, замечательно. Слушай, ну паладин здесь просто-напросто какой-то бессмертный, блин. Ты посмотри. Мы его не можем разобрать. Готов, хлопчик. Так, карточку только отдай. Ребят, а мы уже все, замок колошматим, как вы видите. Да иди ты в пень. Ну-ка. Вот так вот. Ну, осталось все, ребята. Хотел сказать, остались считанные удары, но мы разбомбили базу вражескую. Соответственно, мы переходим с вами на второй этап. И здесь у нас прибавляется жрица. Жрица, да? Значит, вы представляете, что это будет? Которая будет, например, хилять того же самого паладина. Поэтому нам здесь нужен прыгун. Слушай, а вот некра здесь, по-моему, нам совсем не нужна, если подумать хорошенько. Или нужна все-таки? Хм. Или... Ладно, посмотрим. Ронин нам здесь нужен чем? Он, как всегда, с разбега критует. Причем люто критует. Это, естественно, если он будет у нас в неистовстве. А если так, с обычной походкой, то он ватный. Далеко не уйдет. Смотрите, мы с вами можем даже накопить, наверное, я... Слушай, я могу сейчас вызвать ведьму. Тихо, тихо, тихо. Нет, 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 не надо. Грифон, вали отсюда. Вали отсюда. Вот так вот. Деньги отдай только. Так, а теперь, ребята, я буду вызывать нашу ведьмочку. Да? Так, вот это вот не надо мне тут. Жрица тут начала еще выделываться. Ты посмотри, что сейчас будет, ребят. Ой, по красоте-то, как у нас сейчас пойдут дела. Грифон, ты труп? Ты в курсе? Ведьме пофиг на то, что ты там упал. Так, минус паладин. Минус, естественно, жрица. Все, ребятуне, тут изи. Изи-каточка получилась у нас. Я говорю, если ведьма вышла, то все. Пиши пропала. Враг просто дрейфует. Так, а здесь у нас фехтовальщик, ребята. Да? И это очень плохо. Потому что он сейчас меня будет спамить именно им. Что нам для этого нужно сделать? Мы можем с вами поиграть вот этим вот отрядом. В принципе, он неплохо себя показал. Ну, посмотрим, как у нас удача. Либо на нашей стороне, либо против нас. Будет, естественно, сейчас выходить фехтовальщик в первую очередь. Для этого мы с вами будем призывать нашего голема. Хотя, на самом деле, это... Если посмотреть, ребята, это голимый Франкенштейн. Голимый. Так, ну-ка. Кто кого? Ну, естественно, на мы, ребята. Естественно. Хотя он, смотрите, как критует. Не по-детски. Фехтовальщик-то этот, а? Так, нам нужна здесь, ребята, ниндзя. Блин, сломали мне, ребята. К сожалению. Упс. Пардончи. Сломали мне моего Джиггернаута. Ну, да не беда. Если сейчас дедушку вызвать, это будет просто развлекуха. Поверьте мне. Слушайте, а я, скорее всего, деда и вызову. Смотрите, у меня накопилось достаточно... Опа, еще и ускорение. Ха на базе. Ха-ха. Изи катка, опять же. Ну что же, мы с вами продолжаем. Ох, неужели, ребята, мне даже не верится глазам. Поздравьте меня, 69-й уровень. Мы с вами зарабатываем. Энергия. Крисы. 103 тысячи. Ох, сейчас нам праповаться еще придется. Да-да-да, кстати. Без прапки никуда. Ну что ж, давайте начнем, наверное, с нашего этого отряда. И, как говорится, по мере возрастания. Смотрите, кстати, Джиггернаут скоро через 16 карточек получит четвертую звезду. И тогда он запищит. Так, здесь, здесь повышаем. Ниндзя. У ниндзя осталась всего лишь одна звезда, ребята. И тогда все, будет ханарики всем. Ну что же, переходим сюда. Здесь у нас... Ой, вы посмотрите, как у меня, ребята, деньги улетают. Со скоростью света. Просто-напросто. Лорд ужаса. Хвест завершили мы с вами. Посмотрим. Так, интересно, хватит у меня? На рунина-то хватает, а вот на ведьму, к сожалению, уже нет. Ммм, плохо. Забираем с вами гемы. Отлично. Так, ну что же. Вся энергия у нас опять восстановилась. И мы с вами продолжаем наш бой. Будем, наверное, играть... Так, секунду. Для начала надо посмотреть, кто у нас тут будет. Так, маг. Соответственно, жрица. Тогда выпускаем... Тху-ты. Хотел сказать, выпускаем прыгуна на поле. Выпускаем эту команду на поле боя. И я думаю, что у нас здесь все должно быть хорошо пройти. Исследователь, да? Завершили мы с вами квест. Так, тихонько-тихонько. Не балуем, ребят, не балуем. Все должно быть постепенно. Может быть, я накоплю сейчас 500 энергии и вызову ведьму. Кто его знает. Смотри. Смотри, я... Ну, вряд ли успею, конечно, призвать ведьму. Но было бы хорошо, если бы я ее призвал сейчас прям. Смотри. Так, смотрим, смотрим, смотрим. 400 манны есть. Ведьма вышла, ребята. Ведьма вышла. Так что... Смотри, что мы делаем. Так, 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 так. Ронин, Ронин, отлично. Завалил. А вот это плохо, что жрица начинает хилять. Так, отражение сработало хорошо. Ну что же, грифончик, пора тебе сдохнуть. Все, ребят, мы прожали. Мы прожали этого гаденыша. Как видите, мы уже у базы, и никто уже здесь ему не поможет. Поверьте мне. Остается только лишь забомбить базу на ускорении. Все. Да, ведьма-имба. А только лишь она, когда ее призываешь, может столько бед натворить здесь для врага. Смотрите-ка, а. 71 уровень этого епископа. Епископ что у нас делает? Он хиляет, он делает дополнительную защиту. Такая же, кстати, защита, по-моему, которую делает и паладин. Если я ничего не путаю. Но, все равно, ребят, мы с вами 69 уровня. Небольшой такой, мы скажем, промежуток у нас между уровнями, да? Всего лишь в один левел. Должны мы здесь справиться с вами. Должны, обязаны просто-напросто. Так что, как говорится, не будем подводить сами себя. Если у нас получится вызвать, опять же, ведьму, хотел сказать. Но, как видим, не дают нам такой возможности. Я знаю, что маг-воин с удара снесет этого фехтовальщика. Смотри. Упс. Его, как будто здесь и не было, просто-напросто. А я, тем не менее, коплю, ребят, с вами на ведьму. Ведьма нам нужна, понимаете? Если ведьму вызовем, то все. Считай, победа в кармане. Ой-ой-ой-ой, как плохо-то. Вот, ведьма вышла, ребята. Сейчас мы с вами будем применять суперудар. Без него никак. Е. И, как говорится, развлекуха пошла. По полной программе. Давайте вызовем прыгуна, потому что сейчас наверняка пойдут всякие жрицы. А, маги здесь. Ну, ладно. Маги так маги. Сейчас ему хана будет. Ха-ха-ха. Да выеживался. И еще одного мага. Воина вызываем. Так, можно, наверное, ускоряться, я думаю. Все, ему здесь уже ничего и никто не поможет. Ой, ты посмотри-ка. Епископ упал, к сожалению. Слушайте, но вот карта за подданных, мне показалось, мы прошли ее просто на изи. Даже никаких сопротивлений не было. И дают нам всякую ерунду. Ну, мне не нравится вот этот крестьянин, он мне не нужен. Фехтовальщик, в принципе, я тоже не пользуюсь. Поэтому считаю, что эти карты как бы, ну, бесполезны. Если только для спама. Ну, а мы с вами попадаем на территорию нежити. И давайте смотреть, кто у нас здесь. Банши плюс Голем. В принципе, для меня здесь ничего такого страшного нет. Ну, да, Банши может кричать. Может, не забывайте, ребята, своим криком она застанет. У моих юнитов. И это будет очень плохо. Правда, там на доле секунды. Но все равно неприятно. Поэтому, как говорится, Голем против Джиггернаута будет вот так у нас. Успеем мы с вами, нет? Я постараюсь. Успел. А вот и Банша, ребята, вышла. Поэтому нам нужно вот так, наверное, делать. Как можно быстрее уничтожать. Давай, 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 давай. Я вызываю Голема. Вот, видите, видите, ребята, она станет своим криком. Тошнотворным. Вот так вот. Ну что, все, ребята. Он потерял преимущество. Соответственно, мы будем уже базу сейчас ему клепать по черноку. Хотя, видимо, там что-то орет еще. Пытается покричать на нас. Но, видите, безрезультатно все. Все, 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 все. Базе хана. Ускоряться можно. Никакого шанса на победу у него не будет. Ну, как мы знаем, это первый уровень. Он всегда у нас легкий, разминочный. Так, а мы с вами переходим на второй этап. И смотрим, кто у нас здесь прибавляется. Здесь уже прыгун, ребята, это плохо. И вы знаете почему, да? Прыгун этого не абы что. Кого нам взять? Вот, наверное, вот этой командой придется рулить. Потому что здесь у нас есть щитоносец, да? У нас есть самураи. Они недорогие юниты. И в то же время могут хоть как-то помочь нам. Против прыгуна. А прыгун здесь основная, так скажем, проблема для меня будет. Смотри, что-то никого... Блин, он хитро сделал, ребят. Он сделал хитро. Ладно. Ёлки-палки. Я, честно говоря, думал, что будет прыгун. Но прыгуна почему-то не казалась здесь. И это подстава. Это большущая подстава для меня. Так, ладно. Слушай, где прыгуны вон, блин? Он меня что тут разводит, что ли? Не могу понять. Вот он, он появился, ребят. Он появился. Давай, 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 давай. Где там этот... Я его не вижу, что он там делает. Мы его убили. Фух, нам повезло. Нам повезло, ребятулечки. Вот это хорошо пошло. Все, баллиста, ребята, делает свое дело. Тихо, тихо, тихо. Куда ты... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам повезло, что баллиста смог застанеть прыгуна. Фух, отлично. Блин, но радоваться пока еще рано. В любую секунду он может прыгнуть. Вот он, вышел. Мы его снесли. Снесли также голема. Фух, есть шанс, ребят, на победу. Маленький, но есть. Главное, чтобы не было прыгунов тут всяких. Что там за заваруха? Я не понимаю. Кто за... Это вот, представляете, она, ведьма, застанила всех юнитов, которые там у меня стояли. В эту секунду. Но щитоносец, как мы смотрим, все-таки держит удар. Да, он успевает. Он умудряется продержаться, и это отлично. Да что же за фигня там получается? Ребят, 52 секунды. Давай поможем, наверное, вот так вот. Сердечко тут еще у нас. Сейчас пускай бомбит базу свою же. Блин. Так, ну, остались секунды. Секунды щита на три... Эй! Вот гад, вот это гад. Вот чем опасен, ребят, прыгунок. Все, базу разбомбили. Карточку отдайте только сюда. Халявную. Да. Но все-таки мы выстояли. Переходим с вами на третий этап. И здесь у нас, ой, когтистый. Банши и голем уже с фулл-звездами. Хм. Когтистый, да, значит? Значит, мы будем с вами, скорее всего, играть вот этим вот отрядом. Поехали. Потому что там баллисты у нас не особо хорошо будут заходить. Поехали. Так, когтистый. Против него хорошо идет, конечно, Маквоин против когтистого. У него просто очень большой размах. Он сразу же одним ударом может подбить двух-трех юнитов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то плохо. Сейчас будет здесь нехилая, ребят, разборка. Ох, какая же будет тут нехилая разборка. Блин, я уже... Смотри, как разбирает быстро, а. Ты посмотри. И что же вы прикажете мне сделать? Вот в этой вот ситуации, вот так вот, если только? Слушай, ну сработало. Вроде бы как. Ронин. Да почему же ты все время медленно бежишь? Ты должен прям сломя голову чесать. Ну, нифига. Ай-яй-яй-яй-яй. А если мы вот так вот сделаем? Некро, давай вызывай своих этих... Скелетиков. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Бомбим-бомбим-бомбим. Да кто там хил? Он сам себя хилит? Ах, да, ребят, голем же может сам себя хилять. Вспомнил я сейчас только, что это... Так, ведьма. Есть. Все, ребятули. Я вызвал нашу дорогую ведьмочку. И я думаю, что шансов теперь у него никаких не будет. Правда, очень мало времени у нас осталось. Всего лишь минутка. Будем стараться. Будем с вами стараться пробиваться. Нам нужен здесь прыгун. Прыгун обязательно нам нужен здесь. Воу-воу-воу-воу-воу. Молодец. Упс. Отлично. С крыками ха выбежал у меня Ронин. 58 секунд. Показывает таймер. И... Давай-давай-давай-давай-давай. Калашматим этих упырей. Ну, давай-давай. Да что ж этот голем такой? Жирный-то, а? Вот, отражение сработало. Замечательно, ребятули. Слушайте, я думаю, что все-таки мы здесь с вами сейчас выиграем. Ронина на ускорении. Да, отлично. Вот он бежит. Отдайте деньги, отдайте манну. И мы уже начинаем колбасить базу. Единственное, что у нас очень мало времени. 30 секунд, ребят. 30 секунд на все про все. Здоровья у базы очень мало. Ну? Ну? Удар, удар, сделайте удар. Ёлки-палки, вы... Есть! По красоте. По красоте, ребята. Сейчас прошли мы и переходим на четвертый уровень. Ой, ты посмотри, кто здесь прибавляется. Жрец тьмы. А, служитель тьмы. И прыгун. Опять будет меня сейчас компасировать здесь. Возвращаемся, наверное, мы... Погоди-ка секунду. Прыгун. Нам нужно вот это тогда будет пачка. Погнали. Слушай, ну служитель тьмы, конечно, если он сейчас будет апать. Не апать, а пополнять за рулью голему. То это будет МБА. Плюс сзади будет кричать ведьма. Ох, как тяжело будет. Здесь нам нужно очень много с вами баллист. Но их нужно так расставлять, чтобы прыгун прыгал не на баллист. Опачки. Опа, пулечки. Ладно, я подожду. Я подожду, когда он прыгнет. Вызываем вот так вот. Так, 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 так. Вот, вот. Неистость. Это хуже не придумать, ребят. Когда он... Есть. Подбили. Так, ну что? Здесь должны мы справиться с этим големом. Тем более, мы его еще и оглушили. Я вызываю, ребят, баллисту. Он мне здесь нужен очень сильно. Помогаем теперь нашим ребятам. Прыгун. Блин, прыгун вышел. Вышел прыгун. Черт, а мне, ребята, и поставить они... О, есть. Паладина я успел выставить. Успел я вызвать. Так, карточку отдайте только. Так, нормуль. Так, а вот и вышел служитель. Сейчас будет хилять. Естественно, отнимать здоровье у нас. Хилять своих. Нам нужны еще баллисты, ребята, здесь. И прыгун вышел. И прыгун вышел. Давай атак попробуем сделать. Ах ты, черт бы тебя побрал. Ребят, все равно он все-таки уничтожил мне одну баллисту. Нет, плохо. Да сколько вас тут этих служителей тьмы-то, е-мое. Идет один за другим. Где мой суперудар? Где... Вот. Баллисту я еще одну вызвал, ребята. Опять же идет, блин, прыгун. Опять бежит прыгун. Сейчас будет... Хотя нет, мы успели с вами прикрыться. Давай вот так вот сделаем. Ага, отлично. Слушай, времени 41 секунда. Блин, что-то не катит как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, 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 что происходит. В ней... О, мы застали... Успели застанеть. И это повезло нам. Фух. Мы спасли своих баллист, ребят. Правда, не всех. 24 секунды. Время играет против нас. Ты смотри, как он хиляет, а, ребят. Так, минус. Я не знаю, что тут минус на минус. Черт тебя подери, ты... Не, ребята, не успели мы по времени, просто-напросто. Хорошо, мы будем с вами применять другую команду. Понимаете, здесь юниты жирные, причем очень и очень медленные. Нам здесь нужно брать скоростью. А скорость это где? Где ведьма? Там и скорость. Я имею в виду по прохождению скорость, естественно, ребят. Ну, видите, что происходит. Просто проплющивают. Ладно, я буду ускоряться здесь, ребят. Я знаю, что мы все равно его продавим здесь. Рано или поздно. Так что... Просто не хочу тратить зря ваше время. Все равно этот уровень будет переигрываться у нас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же так? Да. Баллисты мы и упали, но мы забомбили базу. Ну что же, будем переигрывать. Естественно, я, ребят, возьму этот уровень. Отряд, где у нас находится ведьма. Так, вот этот вот. Поехали. Тут, конечно, тоже. Вот, например, некра. Она очень и очень медленно ползет. Но зато вот эти вот черепушки, которые она выпускает, они довольно быстро прыгают. Так что нормуля. Она компенсирует себя этим. Так, кто у нас там первым-то идет? По-моему, голем, если не ошибаюсь. Но я попробую... Оу, прыгун. Ребята, ждем, ждем. Сейчас будет прыжок. Вызываем. Уничтожим. Нет. Вот, уничтожили. Так, дальше я хочу накопить все-таки на ведьму. Так, сейчас мы голема этого разбираем. Отлично. Двигаемся дальше. И выходит у меня, ребята, ведьмочка. Все. Как-то вот так должно было быть. Изначально. Ронин. Воу-воу-воу-воу-воу. Жух. Ну. Вот. Я же думал, сейчас... Этот хитрозадый перепрыгнет. Но ничего у него не вышло. Служитель тьмы здесь вышел. Ему хана. Сейчас мы перепрыгиваем и уничтожаем его. Шух-шух. Шух-шух. Все, он падает. Ой, ребятушки. Смотрите, мы уже базу бомбим. Мы уже бомбим базу. Ой. Погоди-ка. Ты куда это, родной мой? Собрался там. Такая заваруха. Ха-ха-ха. Да. Да-да-да. Все хорошо. Все отлично. Ну что же. Мы переходим к заключительной миссии. Занежить. И у нас тут кто? В принципе, все те же самые, да? Только добавляется еще дедушка. Ну что же. Я думаю, что вот этот отряд у меня здесь и доделает это грязное дело. Лишь бы дед только не вышел и не накумарил мою ведьму. Потому что если он звездонет, он, соответственно, загонит ее в стан, а там уже в ведьме моей будет кирдык. Поэтому быстренько с вами набираем 500 манны. Нам нужно взять преимущество и будем ее сразу отправлять. Так. Голем это все фигня. Банш это все ерунда, ребята. Ждем. Накапливаем. Накапливаем энергию. И если мы успеем, а мы должны успеть, я надеюсь на это. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Есть. Ребята, ведьма вышла. Теперь мы вот так вот с вами сделаем. Наверное, да? Ух, как хорошо-то. Все. Преимущество за нами. Уже. Сейчас, конечно же, он будет отыгрываться. Он будет отыгрываться. Что есть силы. Так. Минус. Минус служитель. Мы уже бомбим, ребят, как видите, базу. Вот он, вот он, дедушка и вышел. Вот это плохо. Вот этого я боялся больше всего, ребят. Так, смотри-ка. Служитель тьмы минус. Ведьма, отходи, отходи, отходи. Я не хочу, чтобы ты попала под стан. Ух, ух, ух. Слушай, а почему так больно-то? Ох, боль, это печаль. Печаль, ребята. Блин, вот и ведьма не стала. Да, прыгун-то мой, конечно, что-то бомбит базу, да? Я смотрю. Есть. Мы наказали. Минус. Так, слушайте, я попробую еще, ребят, сейчас вызвать ведьму. 53 секунды всего лишь-то осталось у нас. Я ее вызвал. Да чтоб тебе... А, блин! Ронин, выручай, ты там... Нет, без неистовства, к сожалению. Так, клопки, клопки. Бомбите, бомбите этого голема. Прыгун 35 секунд. Очень мало времени. Очень мало времени, ребята, у нас. Ну-ну-ну-ну-ну. Напряглись. Остались считанные, ребята, удары. Да! Да-да-да-да-да-да. Красиво. Фух. Я просто боялся, что он сейчас вызовет деда, и у нас получится опять та же самая стычка, и мы проиграем. Но нет. Все у нас вышло хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим, кто нам выпадет. Ух ты, шикарно, я вам скажу. Нам выпало 10 карточек на деда, и 9 карточек на базу, которой мы пользуемся. И денежка. Немножко, но все-таки приятно. Так, и я думаю, что мы сейчас с вами кого-нибудь пропаем. Потому что денежек мы накопили немножко, да, с вами? Там 8 тысяч, по-моему, с сундучка достали. Сейчас 8 тысяч. То есть на кого-то... О, 61 тысяча. Конечно же, мы будем с вами апать ведьму нашу. И давай вот здесь вот начнем. Так. Базу. Конечно же, как же без этого? Смотрим здесь. Паладин. Ребята, у меня уже практически все герои скоро будут по фулочке. Только лишь вопрос времени в карточках. Ты смотри. Балииста скоро еще буквально, ну, 300 карточек, да? И мы с вами его соберем по фулке. Самурай тоже не за горами. Ой, вообще великолепно, ребятули. Смотрите, а вот на боссов очень много нужно карточек. Очень много. Но вы сами прекрасно знаете, что они хоть и дорого стоят, но они какую все-таки делают поддержку нашей армии. Так. У нас по арене ребята, наверное, как всегда, 87-86 уровни будут, да? Ведь не пойдут на уступки? Нет, не пойдут они. Вот как вот мне вот с этими ребятами воевать здесь? Я ума не приложу, если честно. 82 уровень, вы представляете, да? Против моих 69-х. Смерти подобно. Ладно. У нас с вами еще есть энергия. И я думаю, что мы с вами должны пройти... Ох ты! Нефритовая долина. Кстати, остался только лишь завод и нефритовая долина. Давай-ка посмотрим, кто здесь. Ой. Лучше бы я не видел вот этого вот Хонорика. Как же он меня вымораживает? Он меня всегда будет вымораживать. Ну, я думаю, что вот этот отряд здесь пойдет. Ох, Терракоша. Терракоша. Терракота мой воин, ребята, да? Со своим суперскиллом окаменения. Который может просто-напросто впустую потратить мой фаерболл. Поверьте мне. Так, тихо, подожди. Что ты тут разговорился? А уже в этот момент вышел самурай. Ну, естественно, мы его сейчас разберем. Также поможет мне мой молотильщик. Крутой парень. Опс, а вот это плохо. А вот это плохо, ребята. Что он вниз со стол упал. И вышел, как мы видим, Терракоша. Собственной персоной, блин. Блин, вот про это я и говорил. Что фаерболл просто впустую сейчас потратил. А ну-ка, Джаггер, устрой-ка им там карнавальную ночку. Слушай, мы, в принципе, ребят, можем сейчас... Да, скорее всего, мы забомбим базу. На, Терракоша бесявый. Ну-ну-ну, последние, последние удары. Ребят, ну да что там этот вниз, что-то машет своей саблей самурай. Да, вот оно. Вот она победочка. Ну что же. Разминка у нас прошла великолепно. Поехали дальше и смотрим, кто у нас тут. Опачки, опа. Улички-всадник на журавле. Ну, в принципе, ребят, я думаю, что... Ниндзя должна справиться. Угу. Пока он там будет бомбить наших там самураев, еще кого-то, ниндзя будет из-под тяжка его бомбить. Так что я не особо, в принципе, расстроен. Хотя там по фулл-звездам прокачка полная. Поэтому радоваться рано. Так, что же нам делать? Джаггера вызовут, что ли? Давай Джаггернаута вызовем. А прикроем его, наверное, ниндзей. Да-да-да, нам придется в любом случае ниндзи, потому что всадник на журавле вышел. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Пробиваем, пробиваем. Отлично. Так, смотрим. Все хорошо получается у нас. Минус самурай. Я еще вызываю Джаггернаута. Ты посмотри на этого Таракошу, а. Ну, он не хочет, ребят, погибать. Хоть ты тресни. Просто не хочет и все. Еще один всадник. Так, ладно. Сейчас мы его укокошаем. Минус. Слушай, а тут уже, скорее всего, ребят, победа будет за нами. Смотрите, мы уже у базы. У меня фаербол на изготовку идет. Я сейчас звезду. Ну, поехали. Отлично. Но фаербол мой попал частично почему-то в Тараконового воина. И часть урона, короче, грубо говоря, на него потратилась. Но все равно это не спасло его. Ух, двигаемся дальше. Третий этап. Ой, елки-палки. Вот не хватало нам только Вуджена здесь. Ух ты, и самурай прокачанный по фулочке. Хм. Вуджена-то плохо. Это очень плохо. Я думаю, что мы, наверное, с вами возьмем... Ух, этот отряд мы не сможем взять. А этот, я думаю, что не стоит. Потому что, ну... Кто? Баллисту? Баллисту он будет сносить. Нет выбора, ребята. Придется делать так. Блин, Таракоша. Здесь, конечно, нужен нам летающий юнит. Или же тот же самый прыгун. Ну, лучше летающий. А у меня здесь, как видите, никого нет из летающих. Только лишь ниндзя, который может подбивать. Ты посмотри, как он прикольно смотрится, ребят. В первый раз я вижу самурая по фулл прокачке. Прикольно он смотрится. У него такой еще меч. Как этот материал-то называется? Я уже забыл. Самый крепкий-то. Вот, видимо, из него у него и сделан меч. Так, сейчас, ребята. А вот его джен, блин, пожаловал. Черт бы его побрал. Ты посмотри, как он круто разбирает, ребят. Упс. Да, моя ниндзя, к сожалению, отдуплилась. Да что ж ты будешь делать-то? Жик! И все мимо. А если мы вот так вот сделаем? Хе-хе-хе. Давай друг друга бомбите, бомбите. А мы этим моментом должны с вами воспользоваться. О-о-о, молотильщика просто, ребята, сюда разносят. Как я в этом убедился только что. Ну-ка, еще разок посмотрим. Так, сейчас мы этого таракошу попробуем разбомбить. Слушайте, здесь нужен либо прыгун, либо кто-то такой, чтобы перепрыгивал против вот этих вот. Потому что сзади тараконовый... Ой, тараконовый у джен, который вот стреляет за ними дракончиками, он не дает нам шанса. Блин, просто не дает, ты посмотри. Ну-ка, ниндзя просто не успевает, ребят, добежать, ее сносят. Вот тебе и подстава. Так же, как и молотильщик. Но единственное, знаете, почему я удивляюсь? Молотильщик обычно при смерти выпускает свою циркуляру. Хоть с каким-то шансом. Сколько сейчас этого было, ни одной, извините меня, циркуляра не вылетело от него. Представляешь? Ни одной. Как это можно понимать? Не-е-е, не вариант. К сожалению, ребята, здесь мы с вами сплавились. Вообще просто бомбят. По черному, посмотри. И все вот из-за этих вот ушлепков. Ладно, проигрываем. Бесполезно тут воевать, блин. Заморозка. Что-то она уже больно быстро как-то закончилась. Не-е-е, не-е-е, никак не получается. Просто бомбят и все. И хоть ты тут что делай? Так, ну что же. Раз здесь нам не помогает ни ниндзя, ни молотильщик, будем с вами по-другому немножко действовать. Баллист убрать нет смысла. Кого же нам тогда тут взять? Опять текстуры куда-то пропали. Кого нам здесь взять? Вот что я думаю. Вот этот отряд, конечно, хороший. Этот, в принципе, тоже неплохой, но... Может быть, нам вместо голема взять... Кстати... Есть у меня, ребята, одна идейка. Если мы отсюда, например, даже не голема уберем, а молотильщика, и поставим, знаете, кого? Где наш родной всадник? Слушай, тут можно и чумную, наверное, задействовать. Как вы думаете? Но мне почему-то кажется, что тут лучше всадника взять. И вместо, вместо, например, ниндзи нам здесь неплохо подойдет вот так. Блин, ну лучше прыгун. А прыгун у нас занят. Потому что он опять же... Они же будут бомбить кого? Терракотового воина, так? Он же у нас будет постоянно вставать в окаменение. Мы его просто не пробьем. Если я уберу... Тыквоголовый здесь не пригодится. А этот... Этого они будут разбирать моментально. Слушай, по-моему, скоро нам придется с вами, ребята, хищница раскачивать. Мне кажется. Да, хищниц, кстати, неплохой аналог нашему прыгуну. Также он перепрыгивает. Также он критует. Не по-детски. Черт, я не знаю, ребята. Ладно. Попробуем, короче, с вами сыграть вот так вот. Ну, возьмем... А возьмем тоже вот Джена. Давай вот так вот посмотрим. Получится, не получится. Нам нужно, конечно же, прокачать маленько. Вот так. Ну, всадника пока никак не получится. Ну что ж, давай посмотрим. Получится, не получится. Было бы, конечно, хорошо, если бы все у нас удачно получилось. Вуджены, всадники на журавле. Прям сказка какая-то. Ах, у них же тут, блин, я только сейчас вспомнил. Ладно, ждем, ребят, терпим. Выпускаем. И, наверное, будем с вами уже подготовить армию... Кого? Армию вудженов? Нет, всадников лучше. Лучше будем всадников подготавливать. Големы. Хорошо. Где-то сюда. А вот, ребята, уже и вышел и вуджен. Мы тогда тоже вызываем. Посмотрим. Слушай, ну неплохо. Неплохо пока. Ай! Подбили. Вот хорошо, что всадника они не могут, ребята, тронуть. Никто из них всадника не может тронуть. А мы наносим урон, тем не менее. Ну-ка, пошли прочь. Как говорится, все. Так, давай, 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 давай. Всадник на журавле пошел. Ай, как хорошо-то. Смотри, ребят. Пока все удачно у нас получается. Мы вроде бы и пробиваем. Я еще одного джиггернаута вызываю. Главное добраться до вудженов. А там уже все пойдет как по маслу. А ну-ка, если я так сделаю... Опс! Слушай, времени мало очень остается у нас. Большие траты у нас на пробивку тыракошек уходят. Ага, замечательно. Давай еще джиггернаута вызовем. Слушай, ну всадники на журавле делают свое дело. Согласитесь, ребят. Просто делают свое дело. 35 секунд. Да чтоб тебя, блин. Где мой фаербол? И давай атаку сделаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успеем, нет? Как думаете? Хотелось бы успеть, ребята. Потому что 19 секунд. Дуракоша вышел. Ну-у-у, давай, родные. Ну, пробивайте. Пробивайте, пробивайте. 9 секунд. Ну, есть. Ты представляешь, какой отряд мне нужно было сделать из садников на журавле, чтобы вот так вот пройти. О-хо-хоу. Так, ну что ж, смотрим, кто есть. Блин, ты посмотри. Не было печали. Теперь он уже по фулл звездам. Плюс 73 уровня. И так же здесь всадник на журавле есть. Ха-ха. И черепаха поганая. Ладно. Попытаемся. Ой, ребята, энергия закончилась здесь, к сожалению, блин. Слушай, ну здесь же нет луджена. А это говорит о чем? Что мы можем с вами вот этот отряд взять. Вот этот отряд взять. Но здесь у нас очень мало дамага. Хм. Очень мало дамага у нас здесь. Ладно, я попробую. Сейчас всадники на журавле будут, конечно, здесь нас бомбить. Богиня света. Это единственная надежда. Единственный лучик солнца, как говорится, в этой баталии сейчас будет. В первую очередь нам нужно, естественно, накопить как можно больше манны. И смотреть, кого он там будет вызывать. Естественно. Почему-то я даже не сомневался в этом, что выйдет именно тыраконовый воин. Я вызову баллисту для начала, ребята. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черепаха, черепаха. Тебя-то здесь нам, блин, и не хватало. Ну-ка попробуем. И все, что ли, блин? Офигеть, блин. Пушка называется выстрел. Точнее, база моя. Давай, давай, давай. Калашматим их-то всем. Да что ж ты... Блин, богиня света нужна мне. Наверное, да? Да, наверное уж. Не могу пробить, ребят. Не могу, блин. Ну, сейчас посмотрим, как у нас пойдут дела. Я помогаю своим ребятам. Хоть как-нибудь, хоть как-нибудь называется. Черепахи эти вонючие стоят сзади. Посмотри, что они делают. Давай, баллиста, выходи. Нифига не получается пробить. Ох, нифига там у меня отряд-то сзади подбирается. Помогаем. Ага, хорошо получилось. Сейчас этих черепах, главное, ребят, уничтожить. И все. Это их не артиллерия тут, она бесябая просто-напросто. Слушай, 47 секунд. Ребят, вы посмотрите, мы с вами уже даже базу кромсаем. Баллисты свое дело делают. Ай, по красоте. Отлично. Так, они опять вызвали этого Таракошу. Хе, черепаха сразу отдупляется. И помогаем. Так. Упс. Пардончи. Ой, какие бонусы нам выпали. Да, ребята. Слушайте, ну красиво сейчас мы с вами тут разобрались с врагом. Красиво, очень. И смотрим, что у нас тут. А вот здесь уже будет очень плохо, ребят. Знаете почему? Смотрите. Здесь у нас вуджены, здесь у нас черепахи, да? Здесь у нас... Но зато вот эти вот слабенькие. Таракоша. Но Таракоша никогда не может быть слабеньким. Но самурай. Плюс у него... Хм. Богиня солнца. Слушайте, я не знаю. Может быть нам попробовать вот этим вот отрядом, а? Смотрите, он очень хорошо подходит. У нас здесь есть прыгун. У нас здесь некра есть. Но вот вуджен, конечно, будет полностью здесь всех убивать. А если поменять... Поменять. На кого? Так, Ронин. Ронин. Так, секунду, ребят. Давайте посмотрим, на кого мы можем с вами обменять некра. Потому что она очень медленная, да? Черепки, там все дела. Но это не то. Это не подходящий юнит для этой баталии. Так, я убираю ведьму. Точнее, некра. И давайте смотреть. Хм. Кого? Ну, кто? Хоть какая-нибудь альтернатива, ребят? Не вижу пока никого. Из достойных здесь. Хм. Нету? Представляете? Нету? Пришельцы? Ну, это бред. Черт. Ниндзя? Не буду я брать ниндзю здесь. Слушайте, а вот здесь бы бомбер даже неплохо бы зашел бы. По идее, да? Он же бомбит нехило. Поэтому, если он попадал бы по вудженам, он бы их всех уничтожал. Но мне его нужно прокачивать. А у меня для этого нету сейчас финансов. Так. Черт, я не знаю, блин. Ну, тыквоголовый, он тоже будет быстро падать. Так. Ну, что ж тогда нам сделать-то? Привидение слишком слабенькое. В общем, я пока, ребят, не вижу никакой альтернативы. Мне придется, наверное... Наверное, придется... Была не была. Фиг с ним, ребят. Рискую. Очень сильно рискую, но другого выбора нету. Поехали. Если успеем с вами вызвать ведьму, тогда все пойдет как надо. Если же не успеем, мы с вами профейлимся здесь. Ох, была не была, а? Я так лично надеюсь, что нам все-таки здесь фартанет и повезет. Если главное вызвать ведьму в первую очередь. Блин, не дают, ребят. Не дают мне вызвать ведьму, потому что, как видите, вышел самураевшка. Естественно, я его сейчас нахлобучу. Далеко он здесь не уйдет. Но мне дальше нужно копить, ребят, энергию. Все, 500 энергии у меня есть. Кто там? Блин, Вуджен. Вот о чем я вам говорил. Вышел Вуджен. Немножко не так, конечно, я рассчитывал. Но другого все равно варианта у нас нету. Опс. А вот это уже плохо, ребят. Вышла пушка. А если заморозим? Замечательно. Оу, богиня света вышла. Богиня солнца, богиня света. Сейчас начнется тут развлекаловка. Давай, 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 давай. Упс. Прыгун. Вуджена снесли. Да куда ж ты, Вуджен? Ай, блин, он убежал, ребята. Он убежал. Черт, ты его побрал. Они... Их там уже двое, ребят. Их уже двое. Как они бомбят. Как бомбит эта богиня? Есть, мы ее убрали. С поля боя. Ух. Остался кто? Остался, блин, вот этот Вуджен. Сейчас, я надеюсь, у нас получится все это дело. Минус. Кто там? Ах ты, елки-палки. Там, ребят, черепаха. И Вуджен, да? А ну-ка, обоих их снеси, пожалуйста, мне. Прыгун. Ну, есть. Прыгун, делай свое дело. Травим. 30 секунд. Давай, давай, давай. Уже на базу, ребята. Вот база. 30 секунд у нас в запасе. Надеюсь, сейчас все получится у нас. Ну. Лишь бы не вышел каком-нибудь чудик или богиню. Есть. По красоте. Отлично. Я же говорил, ведьма это все-таки... Ну, это что-то с чем-то. Это просто превосходный боец. Сундук нефритовой империи. Во. Вот это хорошо. Вот это вот, я понимаю. Нам как раз нужен всадник на журавле. И мы с вами переходим, ребята, на последнюю локу, которая называется завод роботов. Хм. А энергии-то у нас еще нет, что ли? Так, здесь один. И вот здесь. Ну, я думаю, что вот этим пока можно. Поиграть отрядиком, да? Пока где-нибудь с вами не застопоримся. Так, продолжить, конечно же. Расстояние очень маленькое. Сейчас будет спамить он меня. Это однозначно. Но мы будем с вами вызывать вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда же ты так быстро-то вызвался его этого? Молотильщика-то? Блин! Так, мы не договаривались. Парень, слышь? Уж больно ты рьяно начал. Да он хорош, блин! Ну, ты посмотри, что творит. Ты посмотри, что он тут вытворяет. Ну-ка, давай помогать. Так, так. Да убей ты этого говнюка мелкого. Не получается почему-то у нас убить этого мелкого говнюка. А сейчас. Я, ребят... Блин, я, честно говоря, хотел, чтобы паладин вышел. Нет, это какой-то... Извините меня, гэ натуральное, блин. Вообще, ну, смотрите, как прессует. Так, ну я сейчас суперудар, конечно, применю. И тут половина ляжет. Даже большая часть... А, нет, не большая. Упс. Разобрали. Ну, в общем, билет, вы поняли, что этим отрядом мы с вами здесь не пройдем. А пройдем... Пройдем, знаете, каким отрядом? Совсем другим. Да-да, у которого всего лишь одна энергия. А это именно вот этот. Да, здесь он должен... Ой, блин! Хотя, ладно, вот Джен, в принципе, здесь нормуль зайдет. Если мы его, конечно, успеем вызвать. А я почему-то в этом сомневаюсь. А всадник лужуровля здесь не нужен, по идее-то. Ладно. Есть у нас голем. Надеюсь, за счет него мы здесь что-нибудь все-таки сделаем, успеем. Ну и Джиггернаут, который тоже не промах. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну. Так, хорошо. Бомбит неплохо, ребята, он. Голем, я имею в виду. Так, опять-опять эти охламоны. Все, прут-прут и прут. Вот, давай-ка всадничка вызовем. Ух, все. Теперь, ребята, если мы с вами вызовем Вуджена, он будет их сносить. Вот так, смотри. Так, вот, особенно вот этих вот, молодотельщиков. Надеюсь, что он не будет вызывать... Я только сказал. И он вызвал свою эту... Пилу. Ну, давай-давай-давай. Пробиваем их. Еще одного Джиггернаута вызовем. Зато на халяву мы с вами, ребят, тут карточек наберем. Так, давайте ускоряться, наверное. Я больше уверен, что мы здесь с вами все равно пройдем. Никто нам здесь не помешает. Так. Здесь проблема, в принципе, в одном, ребята. В маленьком расстоянии между базами. И все. Если бы оно было подлиннее, мы бы уже давно-давно здесь прошли бы. Отлично. Все. Энергии, к сожалению, у нас больше нету. Точнее, на тех отрядах, которые здесь хорошо бы помогали бы нам. Остался один отряд. Там, где у нас медленные-медленные юниты. И этот. Так, давайте-ка в садничком. Вот так вот прокачаем маленько. Мышку даже можем. Ну, давай мышку прокачаем. Ну, и у этого отряда, ребят, всего две энергии. Слушай, давай попробуем. Сейчас же все-таки у нас расстояние немножко увеличится. Это же так. Ой, елки-палки. Вы видели кто? Бот-паук появляется здесь, который любит притягивать моих юнитов, потом их отталкивать, которые даже ничего не смогут ему сделать. Но все-таки я буду стараться. Я буду стараться как-то выкрутиться. Ага, вышел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты куда-то разогнался-то? Да. Не так все легко. Застанели. Отлично. Так, минус. Ребят, наверное, придется мне суперудар использовать. Смотри, что происходит-то. Подкрадывается этот говнюк. Ух ты, как так вышло-то? А, ну все, я понял. Ребят, циркуляра, да? Стоподово она нанесла нам урон и всех моих юнитов поразбомбила. Черт подери. Ну, паук этот бот, а. Очень тяжело, ребят, против него драться. Смотри, как все тут быстро... Нет, сливаемся. Не вариант. К сожалению, не вариант. Ну что ж, дорогие мои друзья. Наверное, на этом мы будем с вами заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. И продолжим играть в эту замечательную игру. Так что, до новых скорых видосиков.